В весенний период работы сотрудникам пожарной части значительно прибавляется. Весна и запах горящей травы – сочетание, ставшее привычным для нас. 73 выезда именно по району, что касается палов травы. То есть из года в год наши граждане, к сожалению, не соблюдают именно меры пожарной безопасности. А такие моменты, как палы травы, могут и несут, и могут понести за собой именно угрозу материальным потерям, ценностям и так далее. На каждое сообщение у нас выезжает автосистерна именно пожарно-спасательного гарнизона города Сергий Спасат. В большинстве случаев причина пала – человеческий фактор. Обыкновенная детская шалость или хулиганство взрослых могут обернуться большой трагедией. Об этом, конечно, не думают ни мальчишки-поджигатели, ни хозяева своих участков. Опасность сухой травы заключается в том, что она способна вспыкнуть от любой искры. Быстрому распространению огня способствует теплая и сухая погода. Горящая трава раздувается сильным ветром, и площадь, охваченная огнем, быстро увеличивается. Огонь распространяется на открытых участках с сухорастительностью примерно со скоростью 5 км в час. Люди считают, что сжигание травы, возможно, приведет к улучшению роста растительного. Но, к сожалению, из-за полов травы у нас страдает как животный мир, так и имущество природы страдает из-за полов травы. МЧС России по Московской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Если брать самый простой случай пала сухой травы, то размер штрафа для физического лица составляет до полутора тысяч рублей. Если подпалить траву в то время, когда был объявлен особый противопожарный режим, размер штрафа возрастает до 4 тысяч рублей. Если же пал травы привел к пожару, который нанес ущерб имуществу или причинил легкий или средней тяжести вред здоровью людей, то тут штраф будет еще больше. Пал травы, приведчик к уничтожению лесных насаждений, квалифицируется уже как преступление, которое предусматривает штраф от 400 тысяч рублей до 3 миллионов рублей. Кроме штрафа, виновную могут привлечь к принудительным работам, а также лишить свободы на срок до 10 лет. Хотелось бы убедительно попросить все-таки соблюдать требования пожарной безопасности. На данный момент вводится, именно будет введен запрет на разжигание костров и мусора. То есть при уборке территории, соответственно, мусор надо вывозить. В бочках также не разрешается сжигать мусор. Люди слышат про вред травяных палов, но с завидным упорством продолжают поджигать. Несмотря на то, что гибнут звери, птицы, что где-то сгорают дома. Пока самих людей эта беда не коснется, они не задумаются. Ирина Самойлова, Сергей Кошайкин, День города.